Проблема отходов весьма актуальна и для жителей села Джанаджир. Теперь то, что раньше выбрасывалось как мусор, можно сдать в эко-пункт. Здесь взамен на макулатуру по стеклой бутылке и стекло можно получить мыломоющие средства, носки, макароны, а также констовары. У нас здесь есть какой-то прайс-лист, по которому можно обменять на наименование товаров. Это уже товары, получается. Если они принесут, например, пластик или макулатуру на какое-то определенное количество, они могут обменять на макароны. Дети могут принести какие-то пластиковые бутылки, либо какую-нибудь макулатуру обменять на какие-то констовары, которые им нужны. И мы здесь также рассказываем, ведем тренинги, рассказываем, что мы перерабатываем в Кыргызстане, что идет на утилизацию. Рассказываем, что такое-то за мусор, видят именно как топливо, которое нужно сжигать. И из-за этого состояние воздуха ухудшается с каждым днем. Также в этом пункте можно оставить ненужные вещи, которые еще в хорошем состоянии. Получается, в этом отделении мы уже выставляем те вещи, которые кому-то уже больше не нужны, но они в хорошем качестве. В принципе, жалко их выбрасывать на мусорку и их переработать тоже нельзя. Поэтому мы принимаем вещи хорошего качества, в хорошем виде и оставляем здесь, выставляем. И получается, сельчане, либо проезжие, которые проезжают по этой дороге, могут остановиться и забрать то, что им нужно для хозяйства, для жизни, например, как обувь, либо домашний бутылок. Координировать работу экоцентра будут сотрудники компании, инициаторы проекта. Они организуют вывоз вторсырья на переработку и доставку в село товаров народного потребления. Проект осуществляется совместно с администрацией села Джангачир при поддержке международных организаций. «Как международная медицинская организация, мы видим и озабочены тем, как окружающая среда влияет на здоровье и благополучие людей по всему миру. К сожалению, этим негативным последствиям больше всего подвержены самые уязвимые слои населения. Мы поддержали этот проект, поскольку он очень своевременен». Трёхсторонний меморандум был подписан в январе этого года. Согласно этому документу, экопункт будет работать два года. «Но мы верим, что жителям нашего села понравится этот проект, и в будущем мы намерены продлеть работу этого пункта. Возможно, мы даже расширим этот пункт». Экопункт будет работать с 10 до 4 часов каждый день. Проект направлен на улучшение экологии села и увеличение числа таких пунктов позволит решить ряд экологических проблем по всей республике, уверены специалисты.